Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона», и сегодня пятая глава. Пятая глава рассказывает о том суде, который будет над нечестивыми. Чтобы было понятно, что будет дальше, небольшое предисловие. Автор этой книги прибегает просто к цепочке метафор. Эти метафоры интуитивно нам понятны. Любой человек, который читает художественную литературу, эти метафоры, естественно, расшифрует. Но это будет очень, иногда может быть, неожиданно, непривычно. Но все-таки давайте начнем читать, и потом будем толковать эту пятую главу. Итак, тогда праведник с великим державением станет пред лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом, изумятся неожиданностями спасения его, и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Давайте немножко прервемся, давайте разберемся. Итак, суд божий, праведник встает, и он является тем, кто безгласно обвиняет грешников. Значит, здесь о каком суде говорится? Вот понятно, что речь идет все-таки о суде Божьем, о последнем суде. Потому что тогда все люди будут стоять перед престолом Божьим, перед беликим белым престолом. Они будут судиться, и каждый человек получит свое наказание, свою награду. И вот, когда мы говорим про этот суд, очень важно понять, что это будет суд справедливый. Вот что значит справедливый? Мы можем так разные объяснения давать. Ну вот, одно из, значит, справедливость. Когда человек, получив свое наказание, говорит, да, вот это наказание, оно действительно соответствует моему преступлению. Когда человек, ну так, честно только, то есть вот он совершил какой-то грех, и Бог его наказывает, и человек смотрит на свое наказание, вспоминает свой грех, говорит, да. Вот я этого заслужил. Здесь то же самое. Грешники восстанут на суд, и они увидят праведника. И они будут трепетать. Почему? Потому что ведь за что будут судиться грешники? За свою нечестивую жизнь. А какое бы оправдание могли бы придумать грешники, ну, объяснив, почему они так жили? Ну, и за одно из оправдания они могут сказать, ну, вот, ну, мы не видели образцов для благочестивой жизни. Мы думали, что нельзя жить благочестиво, нельзя жить праведно. И вдруг они увидят того, кого презирали, кого отвергали, то есть настоящего праведника, который жил вместе с ними. И он спасся, а они погибают. И вот поэтому трепет, страх, переживания и как это переживание эти грешники проговорят. Давайте зачитаем, потому что дальше идет прямая речь грешника. То есть, конечно, это речь, придуманная автором этой книги. И он ее вложил в уста грешников, которые воскреснут, восстанут на суд Божий. Если мы можем, если мы понимаем, что здесь речь идет о суде Божьем. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притче и поругании. Безумные. Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестием. Как же он причислен к сынам Божьим и жребе его со святыми? Давайте чуть-чуть остановимся. Здесь есть некоторая такая игра. Безумные. Мы безумные. Мы безумные грешники считали его сумасшедшим. Апостол Павел потом будет говорить о том, что слово крестное, то есть проповедь о Христе, о распятии, есть безумие для этого мира. Более того, люди, которые думают, что они умные, они правильные, смотрят на христиан, они думают, что мы сумасшедшие. На самом деле все наоборот. Здесь хочется вспомнить одну английскую сказку. Я не помню, к сожалению, ее название, но история там такая. Один царь узнает, что в его королевстве все источники станут отравленными. И когда человек выпьет воду из этого отравленного источника, он сойдет с ума. Царь узнал об этом и накопил воду, которая неотравленная, заранее накопил. И вот наступил день, когда все источники стали отравленные. Люди стали пить эту воду и сошли с ума. А царь продолжал пить вот такую неотравленную воду. И что происходило с его подданными? Они смотрели на царя и говорили, ты сумасшедший, ты сошел с ума. Мы нормальные, а ты сумасшедший. На самом деле было наоборот. Царь был нормальный, а его подданные были сумасшедшими. Сказка заканчивается достаточно печально. Царь, видя, что его не принимают, он выпивает отравленной воды, сам сходит с ума, и тогда его подданные принимают. На самом деле так и есть. Христиане, христианство и христиане – это безумные для этого мира. Чтобы быть угодными, чтобы не считаться безумными, мы должны жить как этот мир. И тогда мы будем хорошими. Но что говорит автор, и точнее говорят грешники, мы безумные, потому что его считали сумасшедшим, а его кончину плохой, неприемлемой, бесчестной. И дальше говорится о том, что он праведник, причислен к снам Божьим и жреби его со святыми. Здесь отсылка ко второй главе. А во второй главе рассказывается о том, что грешники, неверующие, смотря на жизнь верующего человека, говорят, что он считает себя сыном Божьим. То есть тем, кто приемлем Богу. Ну, давайте мы сделаем какую-нибудь гадость ему, проверим его, насколько он сын Божий. И вот сейчас мы смотрим, и он действительно сын Божий. Он среди сынов Божьих. Сыны Божьи в священном писании – это могли быть ангелы или могли быть праведники. Поэтому кому он причислен, этот праведник? К сынам Божьим, к ангелам или к праведникам, которые жили там в Ветхом Завете? Жребие его со святыми. Значит, что это такое? Что это за образ жребий со святыми? Вот несколько образов. Воины захватили добычу. И дальше эту добычу делят. И чтобы поделить, все было честно, бросают жребий. Кому что достанется. Это один образ. Есть еще один образ, который может объяснить этот отрывок. Когда евреи захватили обещанную им от Бога землю, они ее разделили на колено. Но кроме разделения на колено, то есть такие большие области, каждая семья, каждая фамилия получила маленький удел. Вот как они получали? Бросали жребий, и кому на какую семью жребий упадет, то они получают. То есть здесь говорится о том, что праведник причислен к сынам Божьим. Что это мы можем только предполагать. И он получает награду вместе со святыми. В данном случае святые – это, конечно же, люди. Мы можем сказать, что, скорее всего, здесь используется такой метод еврейской литературы, как параллелизм, и поэтому святые и сыны Божьи – это, скорее всего, просто праведники. Читаем дальше. «Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнили с делами беззакония и погибели, и ходили к непроходимым пустыням, а пути Господни не познали». Значит, здесь говорится о пути, пути истины – это образы, которые используются в Ветхом Завете неоднократно. Образы двух путей. Бог предлагает человеку путь жизни и путь смерти. И предлагает ему выбрать этот путь жизни и идти по этому пути. И, соответственно, быть живым вместо этого человек выбирает путь, ведущий к погибели, не познает путь Божий, солнце, правда, не светит им, и солнце не озаряет их. Если невнимательно читать этот текст и вообще всю книгу, может показаться, что такое есть разделение людей, автоматическое, предопределенное разделение людей. Вот это люди праведные, и им там свет, благословение от Господа, солнце правды. А есть люди-грешники, которые по определению грешники, и для них нет никакого спасения, нет. Книга «Премудрости» все-таки говорит о личной ответственности, даже вот те люди, которые там испытывают страх. Почему они испытывают страх? Потому что они не воспользовались шансом, возможностью получить спасение. Свет правды и солнце правды. Это, конечно же, имеются не физические солнца и физический свет, это, конечно, духовный свет. Читаем дальше. «Мы преисполнили землами беззаконие и погибели, ходили по непроходимым пустыням, а пути Господни не познали». Продолжается та же самая мысль. «Какая пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство тщеславия? Все это прошло как тень, как малая быстротекущая». И дальше начинаются образы скоротечности человеческой жизни. Мы были великими, мы были богатыми, мы были знаменитыми. И вот мы умерли. И какая наша награда? Это все не имеет смысла. В могиле карманов нету, ничего мы не унесли, ни свое величие, ни свое богатство. Все это прошло, все это исчезло. Давайте почитаем эти образы, которые здесь упомянуты. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стызит дна его в волнах. Или как от птицы, прилетающей по воздуху, никакого не остается знака его пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной цели, разделенный воздух, то сейчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Плывет корабль по воде, он прошел, какие-то волны еще барахтаются, потом все исчезает, летит птица, пролетела птица, никаких следов, то, что она пролетела, не осталось, или стрела. Так и человеческая жизнь, жизнь грешника. Человек прожил, он ничего после себя не оставил. Человек родился, умер. Какой знак должен быть оставлен? Оставлен, чтобы люди... Какую-то память. Этот знак должна быть добродетель. Здесь этого, этой добродетели нету, а жизнь человека прошла в беззакониях. Снова возвращение вот этой памяти, этих следов память, память, которую должен оставить человек. Вот для верующего человека вот эта вот память на земле, то есть останется какая-то память на земле. Ну, для верующего человека это не очень важно. Есть истории про праведников, которые прожили праведную жизнь, и они были прославлены Господом, но даже имена их неизвестны. То есть даже вот, ну, самая минимальная память – это просто имя, да. То есть когда мы идем там по кладбищу, видим там могилу и имя. Мы не знаем, какой человек лежит под этим надгробием, мы видим просто его имя. Вот для верующего человека даже память имени, она не очень важна. Бог помнит, церковь молится, даже не зная имени этого человека. Но для неверующего память очень важна. И вот как бы аргументация обращена именно к неверующим. Хочешь оставить о себе память? Оставь эту память в добродетели, а не в каком-то нечестии. Хорошо, идемте дальше. Ибо надежда нечестивая исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иний, разносимый бурью, и как дым рассеиваем ветры, и проходит, как память о додневном гости. Память исчезает, здесь такие вот надежда, надежда на вот эту память, надежда на то, что человек будет жить в памяти поколений. Она исчезает, подобно тому, как пыль уносится ветром. Иний, тоже интересно, ведь речь идет о южных странах, упоминается Иний. То есть Иний исчезает, возможно, что даже там появляется, появлялся снег, даже в Палестине иногда идет снег. И этот снег тоже исчезает, дым рассеивается, и память о человеке забывается. Мы в своей жизни встречаем много разных людей. В трамвае разговаривали, в вагоне метро, в поезде разговаривали, пообщались, даже познакомились с этим человеком. Но больше мы никогда его не видим, никогда не общаемся, мы забываем про него. Здесь то же самое. Они, эти люди исчезнут. Конечно, здесь не говорится о том, что человек, грешник, проживший грешную жизнь, он умрет, и он вообще исчезнет. Нет, здесь все-таки говорится просто про память. Память о праведниках живет вовеки. Да и сами праведники живут вовеки. То есть они будут жить всегда. Для Библии жить всегда – это жить с Господом. В теле ли, вне тела, в новом теле, после воскресения. Главное, что жить вместе с Господом. Поэтому награда от Господа, Бог заботится о них, даже когда эти люди страдают. Об этом было сказано в более ранних главах. Они получат царство славы и венец красоты от руки Господа. Значит, здесь упоминается слава, венец. Ну, венец – это венок, который получали победители. Этот образ используется в Новом Завете, венцы славы. Но хотелось бы остановиться про царство, царство славы. Значит, в данном случае царство – это, конечно, власть Божия. Это не какое-то место географическое, это власть Божия. И вот праведники, они попадают в царство Божие и увенчиваются славой. О чем говорит автор? Конечно, он может говорить о посмертной участи человека, но, скорее всего, он говорит о том времени, когда власть Божия будет безгранична на земле, то есть после воскресения. Скорее всего так. Дальше говорится о том, как Господь будет воевать против грешников. Здесь, конечно же, это метафоры. И мы понимаем, что Бог сильнее всех-всех-всех людей. Если они там соберутся и попробуют воевать с Господом, это просто будет невозможно. Все равно, что там муравьи в муравейнике соберутся против слона. И этот слон просто наступит, и они даже не заметят этих муравьев. Конечно, это тоже метафора, но вот образ борьбы. Давайте посмотрим. Он возьмет всеоружие, ревность свою, и тварь вооружит кончение врагам, облечет в броню, в правду и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд. Возьмет непоколебимый щит, святость, и строгий гнев он и застрит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы, молнии, и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель, и как из каменометного орудия с яростью посыпется град. Вознегодует на них вода морская, и реки свирепо отпотопят их. Восстанет против них дух силы, и как вихр развеет их. Так беззаконие опустошить всю землю, и злодеяние исправильные престолы сильных. Давайте здесь поподробнее поговорим, потому что здесь Господь одевает в себя в доспехи, берет оружие и воюет с нечестивыми. Что интересно, вот это вот, то, как Бог одевает себя в доспехи, очень похоже на те слова, которые используются в послании к Ефесинам, когда апостол Павел призывает верующих облечься во все оружие Божие. И здесь доспехи, и в послании к Ефесинам тоже доспехи. Возможно, конечно, какое-то и влияние, возможно, просто эти образы использовались широко в еврейской литературе, или в Вейском предании. И вот, что интересно, что с нечестивыми будут воевать не только Бог, но и мир. В данном случае все стихии мира будут воевать против неверующих. Здесь упомянуты молнии, какой-то град, наводнения. Что интересно, восстанет против них дух силы, и как их развеет их. Вот что за дух силы? С одной стороны, можно предположить, что это святой дух, но, скорее всего, речь идет не о святом духе, а о ветре, который иногда в Библии метафорично называется дыханием Божьим. То есть, Бог дунул, и грешники исчезли. Значит, последние слова шестой главы говорят о том, что беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не исправить престолы сильных. То есть, почему Бог вмешается, почему Бог наведет на землю бедствие? Потому что на земле живут грешники, и грехи людей приводят к тому, что Бог уничтожает землю, испровергает царство, судит эту землю. Хорошо, мы с вами прочитали пятую главу. Мы были с вами на портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание.